Демьяна Подглазова Гордитесь! Не про все в газетах пишут, особенно на первых полосах. А в 1967 году газета информировала своих читателей о строительстве второй очереди птицефабрики. Предприятию пророчили славу крупнейшего в Сибири, и ведь не просто так хвалили. Работала только первая очередь фабрики, а птичники сумели вырастить более 300 тысяч несушек. Из этого числа около 30 тысяч несушек вырастили лучшие птичницы предприятия. Рютина, Жилкина, Сахарова и компанеец. А давайте я вам еще и про 16 сентября немного расскажу. А то завтра суббота, коллеги мои из нового дня опять спать до обеда будут. Ой, проболталась. Ну, если что, то я вам ничего не говорила. Итак, 16 сентября 1975 года выходит статья «Связи крепнут». Автор известный ангарский режиссер Александр Кононов рассказывает, что коллективы Дворца культуры нефтехимиков часто ездят к строителям Байкала-Амурской магистрали. Помогают бамовцам художественную самодеятельность организовать. Нужное дело! Песня, так как известно, не только жить, но и строить помогает. Во время командировки артисты Дворца культуры нефтехимиков работали в клубах и красных уголках поселков Магистрального и Кунерма. Ангарчане делились опытом работы, оказали помощь в подборке репертуара, составлении концертных программ, поэтических композиций, отработке отдельных концертных номеров. Интересно, а какой репертуар у бамовцев был? Надо у Александра Ивановича спросить. Ну и напоследок еще вот какая информация. В середине 70-х в Ангарске было более 8 тысяч доноров крови. А вот и фото медработников местной станции переливания Большедворской и Хлызовой. А слева лаборант Макарова определяет группу крови у донора. Узнали на фото себя или своих родственников? Скорее звоните нам в редакцию. Удачных выходных!